Причинение легкого вреда здоровью в Казахстане может стать не административным, а уголовно наказуемым деянием. Законопроект об ужесточении наказания за бытовое насилие сегодня рассмотрели в Можелесе. Депутаты также предложили вести пожизненное лишение свободы педофилам и убийцам малолетних детей. Кроме того, Можелесмены ратифицировали ряд документов, касающихся участия нашей страны в ЕАЭС. Тимур Саппар расскажет подробнее. Широкое обсуждение как среди масс-медиа, так и среди самих народных избранников сегодня в Можелесе вызвал законопроект по ужесточению наказания за бытовое насилие. Статью о причинении легкого вреда здоровью из-за административного кодекса намерены перевести в уголовный. Кроме того, обратиться в суд можно будет на основании публикации доказанного насилия в СМИ и на онлайн-платформах, не дожидая заявлений от жертвы. Служители Фемиды смогут назначать психологическую помощь агрессорам. Бурные разговоры в Нижней Палате парламента сегодня звучали вокруг предложения депутатов ввести пожизненное лишение свободы для педофилов и уголовной ответственности за пропаганду самоубийства. Я считаю, что они заслуживают самого сурового наказания. То, что касается педофилов, мы предлагаем две вещи. Первое, по педофилам пожизненное наказание. Второе, убийцам малолетних детей то же самое, не 20 лет, а пожизненное наказание. Потому что такие факты в последнее время мы видим, ну, есть, имеют место. Поэтому и те, и другие категории должны полностью быть ограничены, мы должны ограничить общество. Решили в Можилисе сегодня вопросы в сфере защиты прав потребителей только евразийского масштаба. В ЕАЭС разработают единую профильную программу. Это приведет к общим подходам во всех странах-участницах Союза. Проще говоря, теперь любая компания, входящая в блок ЕАЭС и занимающаяся электронной торговлей, будет работать и торговать. С учетом национального законодательства страны своих покупателей, ратифицировали в Можилисе народные избранники и соглашения об условиях взаимных поездок между Казахстаном и Узбекистаном. В прошлом году порядка более 5 миллионов граждан Узбекистана прибыли в Казахстан, среди которых порядка 400 стали на временную регистрацию. Я хочу сказать о том, что ратификация соглашения о взаимных поездках между гражданами Казахстана и Узбекистана даст возможность более удобному нахождению граждан Узбекистана в нашей стране и также граждан Казахстана в Узбекистане. То есть, если раньше можно было находиться 5 дней без регистрации в обоих странах, то сейчас этот срок продлен до 30 дней. Изменение сроков повлияет на дальнейшее развитие экономических связей, делового и культурного обмена между двумя братскими странами, резюмировали мы жили смены. Возвращаясь к теме ЕС, в целом в третьем пакете в договоре предусмотрено внесение 32 поправок. Изменения касаются тех регулирования санитарного, ветеринарно-санитарного и карантинных фитосанитарных мер, нетарифного регулирования, конкуренции и государственных закупок. С выходом поправок страны ЕС получат возможность вводить экстренные фитосанитарные меры в отношении вредных организмов, ранее отсутствовавших в едином перечне Союза.